В этой лекции мы рассмотрим такой вопрос, как понятие как форма мысли. В него входят следующие подвопросы. Понятие о понятии, понятие и слово, термин, структура понятия, объем и содержание, закон обратного отношения, классификация понятий по виду и отношения между понятиями. Понятие является одной из форм абстрактного мышления. Понятие это форма мышления, в которой обобщаются и выделяются в классы однородные предметы, а также отражаются их существенные признаки. В мышлении понятие предстает как классы предметов с уже выделенными, фиксированными существенными признаками, а обозначающие их слова превращаются в термины с фиксированным значением. Признаки – это проявление предметов, по которым их можно признать, выделить из мира других предметов. В чем предметы сходные друг с другом или отличные друг от друга? Признаками являются свойства и отношения. Предметы могут быть тождественными по своим свойствам, например, сахар и мед сладкие, или отличаться друг от друга. Мед сладкий, а полын горькая. Признаки бывают существенные и несущественные. Существенные признаки – это каждый из которых взятый отдельно необходим, а все вместе взятые достаточны, чтобы с их помощью можно было отличить, выделить данный предмет от всех остальных и обобщить однородные предметы в класс. Итак, еще раз подчеркну, что понятие – это форма мышления, в которой отражаются существенные признаки одноэлементного класса или класса однородных предметов. Языковыми выражениями понятий являются слова или словосочетания, группы слов, например, книга, лес, гоночная спортивная машина, человек, живущий в соседнем дворе. Существуют слова-агонимы, имеющие различные значения, выражающие различные понятия, но одинаково звучащие. Например, понятие мир как объективная реальность и мир как отсутствие войны. Существуют слова-синонимы, имеющие одинаковое значение, то есть выражающие одно и то же понятие, но различнозвучащие. Например, око и глаз, враг и недруг, хворь и болезнь и т.д. Основными логическими приемами формирования понятия являются анализ, синтез, сравнение, абстрагирование и обобщение. Понятия формируются на основе обобщения существенных признаков, то есть свойства отношений, присущих ряду однородных предметов. Для выделения существенных признаков необходимо абстрагироваться, то есть отвлечься от несущественных, которых в любом предмете очень много. Этому служит сравнение, сопоставление предметов. Для выделения ряда признаков требуется произвести вначале анализ, то есть мысленное расчленение целого предмета на его составные части, элементы, стороны, отдельные признаки, а затем осуществить обратную операцию, синтез, то есть мысленное объединение частей предмета, отдельных признаков в единое целое. Сравнение это мысленное установление сходства или различия предметов по их признакам. Абстрагирование это мысленное выделение одних признаков предмета и отвлечение от других. Задача формирования понятия состоит в выделении существенных признаков предметов и в отвлечении от несущественных второстепенных. Обобщение – это мысленное объединение отдельных предметов в некотором понятии. Перечисленные вышелогические приемы используются при формировании новых понятий как в научной деятельности, так и при обладении знаниями. В структуру любого понятия входят содержание и объем. Содержание понятия – это совокупность существенных признаков предмета, класса предметов, характеризующих множество предметов, включенных в объем понятия. Объем понятия – это множество или класс мысленных, обобщаемых в нем предметов. Так под содержанием понятия животное подразумевается живой организм, существо, обладающее способностью двигаться и питающееся готовыми органическими соединениями. А под объемом понятия животное подразумевается множество всех животных, которые существуют сейчас, существовали ранее и будут существовать в будущем. Или содержанием понятия треугольник будет замкнутая плоская геометрическая фигура, ограниченная с трех сторон прямыми отрезками. А объемом этого понятия будет множество всех возможных мысленных треугольников. Класс или множество состоит из отдельных объектов, которые называются его элементами. Тогда задать объем понятия значит мысленно объединить в класс все объекты, которые можно назвать этим словом. А задать содержание понятия значит указать совокупность общих, существенных признаков, характерных для мыслимых в понятии предметов и отличающих их от всего остального. Объем и содержание понятия связаны друг с другом законом обратного отношения. Чем больше содержание понятия, тем меньше его объем. И наоборот, чем больше объем понятия, тем меньше его содержание. Этот закон выражает объективную, устойчивую, неотъемлемую связь между объемом и содержанием понятия. И указывает на то, чем меньше информация о предметах, заключенных в понятиях, тем шире класс включенных в него предметов и неопределение его состав. И наоборот, чем больше информации в понятии, тем уже и определеннее круг включенных в него предметов. Следует также учесть, что чем разнообразнее объекты, включенные в объем понятия, тем меньше у них общих признаков, значит меньше содержание понятия. Объем понятия в логике изображают с помощью круговых схем. Их называют кругами Эйлера по имени Леонардо Эйлера, члена Петербургской академии наук. В круг включают все предметы, мыслимые в понятии. Виды понятий. Понятия можно классифицировать по объему и по содержанию. Предварительно рассмотрим, каким бывают виды объемов понятий. Логический объем – это множество предметов, мыслимых в понятии, независимо от их реального существования. Здесь наряду с понятиями дерева или планета могут мыслиться понятия русалка, вечный двигатель. Они существуют как предмет мысли, хотя они существуют в действительности. Фактический объем – это множество предметов, существующих в материальной или идеальной реальности, мыслимых в понятии. И пустой объем у понятий с самопротиворечащим содержанием и в принципе несуществующих предметов. Например, круглый квадрат, сухая вода, теплород, человек, проживший 300 лет, четное число, не делящееся на два. По объему непустые понятия делятся на единичные и общие. Объем единичного понятия составляет одноэлементный класс. Например, третья планета от Солнца, столица России, действующий президент Российской Федерации и так далее. Объем общего понятия включает число элементов больше единицы. Например, автомобиль, портфель, государство и так далее. Среди общих понятий особо выделяются универсальные понятия с объемом равным классу, в который входят все предметы, рассматриваемые в данной области знания или в пределах данных рассуждений. Например, в арифметике это натуральное число, в ботанике растения. По конгломеративности элементов объема понятия делятся на собирательные и несобирательные. Собирательными называются понятия, в которых группа однородных предметов мыслится как единое целое. Например, библиотека, сервиз, созвездие, лес. Или каждый элемент понятия представляет собой множество вещей. Собирательные понятия бывают общими, например, роща, стаи и единичными. Например, созвездие Рака, экипаж первого совместного космического полета. Несобирательные понятия это обычные понятия. Их содержание можно отнести к каждому предмету данного класса мыслимого понятия. Например, ручка, река, игрушка и так далее. О каждом растении, например, можно сказать, что оно является растением. В суждениях общие единичные понятия могут употребляться как в несобирательном или разделительном, так и в собирательном смысле. В суждении студенты этой группы сегодня успешно сдали экзамен. Понятие студент этой группы является общим и употребляется в разделительном и несобирательном смысле, так как утверждение об успешной сдаче экзамена относится к каждому студенту этой группы. В суждении студенты этой группы провели общее собрание. Понятие студенты этой группы употреблено в собирательном смысле, так как студенты этой группы взяты как единый коллектив, и это понятие является единичным, ибо данная совокупность студентов именно этой группы одна и другого такого коллектива нет. По содержанию понятия образуют две пары видов. По наличию или отсутствию какого-то признака понятия делятся на положительные и отрицательные. Положительные понятия характеризуют в предмете наличие того или иного качества или отношения. Например, грамотный человек, красивый поступок, доходный дом. Отрицательными называются те понятия, которые означают, что указанное качество отсутствует в предметах. Например, неграмотный человек, ненастный день, нерентабельное предприятие. Положительное а и отрицательное не а понятия являются противоречащими друг другу. Отношения между понятиями. Все предметы мира находятся друг с другом во взаимосвязи и взаимообусловленности. Поэтому и понятия, отражающие предметы мира, тоже находятся в определенных отношениях. Логические отношения между понятиями иллюстрируются с помощью кругов Эйвера, где каждый круг обозначает объем понятия. Если понятие единичное, то оно также изображается кругом. Понятия могут быть связаны между собой логическими отношениями сравнимости и совместимости. Понятия называются сравнимыми, если в заданном универсуме мышления их содержание включает, по крайней мере, одну общую характеристику – свойства либо отношения. Понятия, не имеющие общих признаков, называются несравнимыми. Например, романс и кирпич, безответственность и жирность. Сравнимые понятия делятся по объему на совместимые, то есть объемы этих понятий совпадают полностью или частично, и несовместимые, когда объемы не совпадают ни в одном элементе. Типы совместимости – это равнозначность, тождество, эквивалентность. Второе – это подчинение отношения рода, вида. И третье – это пересечение или перекрещивание. Равнозначными или тождественными, эквивалентными называются понятия, которые различаются по своему содержанию, но объемы которых совпадают, то есть в них мыслится или одноэлементный класс, или один и тот же класс предметов, состоящий больше, чем из одного элемента. Например, самая длинная река в Европе и река, берущая начало на Валдайской возвышенности и впадающая в Каспийское море. Рафносторонний треугольник и квадрат. Объемы тождественных понятий изображаются кругами, полностью совпадающими. Понятия, объемы которых совпадают частично, то есть содержат общие элементы, находятся в отношении пересечения или перекрещивания. Примерами их являются следующие пары – школьник и спортсмен, сосед и филателлист. Они изображаются пересекающимися кругами. Отношение подчинения или субординации характеризуется тем, что объем одного понятия целиком включается или входит в объем другого понятия, но не исчерпывает его. Это отношение вида и рода, где А – подчиняющее понятие, например, млекопитающее, а Б – это подчиненное понятие, например, кошек. Типы несовместимости – это противоположность или контрарность, противоречие или контрадикторность, сопочинение или координация. В отношении противоположности или контрарности находятся объемы таких двух понятий, которые являются видами одного и того же рода, и при том одно из них содержит какие-то признаки, а другое эти признаки не только отрицает, но и заменяет их противоположными признаками. Слова, выражающие противоположные понятия, являются антонимами. Примеры – храбрость, трусость, солнечный день, пасмурный день, белая краска, черная краска. Объемы последних двух понятий разделены объемом некоторого третьего понятия, куда, например, входит зеленая, коричневая или красная краска. В отношении противоречия или контрадикторности находятся такие два понятия, которые являются видами одного и того же рода, и при этом одно понятие указывает на некоторые признаки, а другое эти признаки отрицает, исключает, при этом не заменяя их никакими другими признаками. Если одно понятие обозначить как А, то другое понятие, находящееся с ним в отношении противоречия, следует обозначить не А. Например, высокий дом, невысокий дом. Круг или ратма, выражающий объем таких понятий, делится на две части А и не А, и между ними не существует третьего понятия. Например, бумага может быть либо белой, либо белой, либо не белой. Человек бывает либо честным, либо нечестным. Понятие А является положительным, а понятие не А отрицательным. Понятие А и не А также являются антонимами. Сопочинение или координация. Это отношение между объемами двух или нескольких понятий, исключающих друг друга, но принадлежащих некоторому более общему родовому понятию. Например, понятия ель, береза и сосна принадлежат объему понятия дерева. Они изображаются отдельными, не перекрещивающимися кругами внутри более обширного круга. Эти виды одного и того же рода. Спасибо за внимание. На этом данная часть лекции закончена. Для более глубокого рассмотрения вопросов просим ознакомиться с рекомендуемой литературы.